Всем привет! Сегодня решила приготовить чак-чак. Это блюдо я готовила еще со школы. Даже никуда не заглядывая, собрала этот набор продуктов, потому что я его очень часто готовила. Нужно взять 3 яйца, сода, уксус, чтобы погасить, мука, соль, ложка. Все, пока все. Делаем тесто. Разбиваем 3 яйца. Разбили. Перемешали. Посолили. Вот так, на кончике. Мы взяли хлебную соду. Погасили уксусом, чтобы хлебной содой не пахло. Но поэтому уксусом гасим. Я почему-то всегда перемешиваю. Не знаю, для чего я это делаю. Все, выливаем. Перемешиваем. Перемешиваем. Я не знаю, сколько здесь муки. Наверное, 2 стакана этой кружки. Можно ее оттручить. Она у меня чего-то как-то сломалась, выскочила. Поэтому я ее просто высыпаю. Некачественная, скорее всего, оказалась. Где-то я взяла. Мне ее подарили. Или, может быть, я ее часто использовала. Поэтому она такая стала. Замешиваем тесто, чтобы оно у нас получилось мягеньким. Конечно, оно у нас будет крутое тесто. Будем раскатывать лепешку. Так, мы его замешиваем. Потихонечку вымешиваем. Смесила его вот в такой колобочек. Вот такое оно крутое, тугое. Вот я его буду вымешивать еще примерно минут 10. А потом положу в целлофановый мешочек. Чтоб оно немножко отдохнуло. Тесто же любит отдыхать. А потом я включусь и покажу вам снова процесс приготовления чак-чака. Тесто я замешала. Оно уже полежало в мешочке у меня. И я вот уже одну лепешечку раскатала. Когда оно лежало в мешочке, решила я его взвесить. 570 грамм. Ну вот я примерно наполовинку поделила. Раскатала одну лепешечку. Без муки вообще абсолютно. Потому что очень тугое тесто. Взяла скалку и начала раскатывать. Вот эту скалку мне сделал мой муж из березы, по-моему. Когда он ее делал, 19 лет назад. Это не береза. А что, дуб? Типа того что-то. Я помню, вроде бы тебе мужики говорили, зачем такую скалку делаешь. Битая твоя голова. Ну вот, 19 лет прошло, скалка целая. Голова тоже. Ну вот, таким образом раскатываю я тесто. Я, конечно, либо не сидя раскатываю, это я тут на видео рисуюсь, сижу. Я не умею ничего делать сидя. Вот так я его раскатываю. Не знаю, зачем я его поворачиваю, но и так к столу не прилипает. Такое жесткое. Тугое, вернее. Кто-то называет это чак-чак. Кто-то медовая горка. Я, наверное, потому что в Казахстане жила, родилась и выросла. Поэтому это у нас чак-чак называлось. Тесто раскатано. Раньше я сделала бы эту лепешку тоньше. Вот я специально показываю ее толщину. Сейчас для меня это не принципиально. И так будет вкусно. Разрезаем ее. Как хотите, режьте. Я режу вот такими полосочками. Разрезаю. Наверное, не наверное, а точно. Я вот так вот немножечко потрушу мукой. Складываю. И режу. Вот так это все получается. Не расстраивайтесь, если у вас будет что-то криво. Потом это все перемешается и не будет видно. Криво вкуснее. Да, поэтому я и обратила внимание. Я помню, я училась когда в школе и готовила эту медовую горку очень часто. Вот я бы это тесто, во-первых, раскатала тоньше, а во-вторых, я помню, как я эту горку, ой, эти лепешечки, вернее, вот это вот резала. Вот так, правильнее сказать. Изощряла, сидела, вырезала вот такие вот штучки. Для чего, зачем? Вот и так неплохо. Мне так нравится. Может, кто-то до сих пор так режет. Вот так у меня это получается. Сейчас я изрежу вот эти две лепешки и включусь, покажу, как я буду это жарить. Наше масло разогрелось. Я прям, по-моему, это чувствую. Я беру вот такую горсть. Вот так вот они обжариваются, как червячки. Прикольные же, да? Можно даже было побольше, масла помного. Я обычно это в казанчике делала. Но так как у меня сегодня там жарилась сосиска, корн-дог, теперь вот еще решила сделать чак-чак. Ну вот у нас это все зажарилось до золотистого цвета. Сильно не будем переусердствовать. И я вот это все высыпаю в дуршлаг. Сюда еще салфеточку положила, потому что масло. Чтобы стекло, чтобы жирного слишком не было. Я буду все сюда высыпать. А потом... А потом... А потом вы увидите, что я буду дальше делать. Ну вот мы выловили чак-чак. И я сейчас побольше закину. Прям вот столько. Во! Как закипело наше масло. Потому что у меня тут оператор наш... Мой муж подсказал, говорит, поставь на большую горелку. И стоишь, мучаешься. Ну и я тоже, правда, решила. Что же, правда, не поставить. О, аж приятно. Размешивать. Такую большую кучку. А можно еще больше сыпануть. И посмотреть, что с этим будет. Либо бахнет. Это как в мультике, да? Принес шкурку. А вы можете мне шить одну шапку? Могу, могу и две. А можно и три? Можно и три. А четыре можно? Можно и семь. И в итоге пришел за семью шапками для мышей. Так, а я сейчас закину, это у меня все как полезет. Они такие красивенькие, либо золотистые, как говорят. Или желтые. Сам бы ел, но денег жалко. И вот так весь день проходит. Забота в каких-то. Какие-то пострепушки, приготовки. И так и жизнь пролетает незаметно. Дети вырастают. А мы стареем. Не хочется, правда. Да, уж шикарно моему чак-чаку плавать в таком количестве масла. Итак, приготовьтесь, друзья мои. Что будет, если бросить горсть теста в масло? Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Что же я натворила? Сейчас глаза повыбивает. До этого добежит до огня. Не говори, как вспыхнет. Вы так не делайте, пожалуйста. Так делать нельзя. Надо быть умеренным во всем. Сначала я маленькую горсточку, потом побольше. Сейчас еще больше. Может, огонь убавишь? Нет. Все будет хорошо. Поставила я, значит, ковшик на плиту. Кладу туда меда. Кладу меда две ложки. Вот такой цветочный мед. Мне кажется, он начинает сахариться. В горшочечке. Сначала говорили, вкусно, а вроде пахнет хорошо. Класс. Ой, ой. Сейчас все поразобью. Добавляю туда три ложки сахара. Еще и сахар. Не говорю. Масло масляное. У меня сахар сахарный. Вот. Добавила. Ну и теперь это я буду растворять. Вот этот вот мед. И сахар. Сейчас мы это растворим в ковшике. Тут у меня на медленном огоньке. Друзья мои, самое главное. Я же вам не сказала, что я наконец-то допекла. Свой чак-чак. И вот сейчас я это делаю. Готовлю, чтобы его перемешать с вот этим медом и сахаром. А я помню раньше, когда я еще в школе это делала, готовила, я еще это сверху любила посыпать орешками. А если это были грецкие орешки, то было это очень замечательно. Ну, попробую сегодня пошукать по своим закромам. Овозь и наеду грецкие орешки, чтобы посыпать наш чак-чак. Мед и сахар растворились, прогрелись. И сейчас мы будем это все смешивать с нашим печеным тесто. Вот я насыпала в чашку наше печеное тесто. Нальвать этой такой струечкой. Что жидкость из меда и сахара. Сейчас все быстро вылью и перемешаю. Перемешиваем. Значит, я же растапливала 2 полных с горой ложки меда и 3 ложки сахара. Вот на вот эту кучку. Сейчас я это все буду выкладывать на блюдо. Казахское блюдо. Это из Казахстана. Мамочка мне подарила. С одних краев. Да. До сих пор сохранилась. Ой, тут уже все застывает. Застывает. Быстро так схватывается это все. Сейчас это мне все как пристынет. Может, это и некрасиво выглядит? Ну, я это не на продажу делаю. Я думаю, завтра сынок приедет и попробует эту горку. Жалко, что доченька далеко. Топа тоже попробовала. Ну, так вот сформировала. Я вот думаю, почему медовая горка? Потому что горкой же складывают. А чак-чак, наверное, бы разровнялась ровненько. Ну, вот так я привыкла с детства укладывать. Это все остынет и все послипается. Мы будем резать. Сейчас, секундочку, секундочку. И... Вуаля! Я по сусекам поскребла, по амбару помила. И я достала грецкие орешки. Вот. Так вот я их сверху и посыплю. Я люблю, когда большими кусочками они попадаются. Ох, какая у нас будет вкусная медовая горка, чак-чак. И плюс еще орешки для украшения. Ну, и для вкуса, соответственно. Ну, вот. Наш чак-чак готов! Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok